Прошу добавить в повестку раздел «Разное». Также указываю на ваше нарушение по ведению сессии. Я поднял руку, вы не даете слова. Я хочу высказаться, как вы не поймете. Статья 43. Для повторного выступления в прениях до трех минут. Не приносится предложение, а готовы там правильный пересчитать. Сказали, кто зла, не поднял никто руку, не подребнили результат. Почему так происходит на сессии? Посчитайте, скажите, сколько голосов против. У нас очень большие проблемы, нерешенные вопросы, скажем, не люблю слова проблемы, с обеспечением наших структурных отделений финансовыми средствами. В частности, я хочу сказать, что мы за два года не сделали даже текущих лимонтов в школах и садах. И очень большое предложение на 2022 год. Давайте сразу сейчас санкет депутатов, в первую очередь, в приоритетном порядке решать, куда направить средства. Я хочу сейчас обратиться к депутатскому корпусу, чтобы мы более глубоко изучали то, что необходимо нашим бюджетополучателям. Уважаемые коллеги, вчера вторая половина дня и до полуночи, и сегодня с утра в интернете была жаркая дискуссия. Многие смотрели, видели, восхищались, удивлялись, поражались. Это по бюджету? Нас с вами полоскали, как хотели. В статье 50 пункта, пункт 5 регламента Совета Депутатов, он говорит, что никто не имеет права комментировать выступление депутата на сессии Совета Депутатов и давать ему оценки по ходу заседания. Это так, сведения. Вы сами нарушаете регламент. Вы мне не дали высказаться. Вот с этим выступлением, перед тем, как мы поставили вопросы на поверхность дня. Опять же, пожелания. Все, вы знаете, мы принимали стратегию развития Колыванского района в этом году, да? И по каждому поселению и районному центру, всем поселениям мы принимали вопросы такие, как освещенность улиц. И я уж хочу сказать, что все-таки мы недостаточно денег даем поселениям, чтобы освещенность улиц была. Вот не дали, как сегодня, всю ночь люди писали. Просто я даже снимали это видео, что в Колыване, ну, большинство улиц не освещено. Поэтому я вам предлагаю... Вот эти рука, которые нам сейчас организовали буквально при выходном залу и не обсуждались на комиссии, хотелось бы узнать, что же это такое по поводу интернета. То есть вот два с лишним миллиона, насколько я понимаю, выделяется на обеспечение услугами интернета. Это у нас услуги такие дорогие или это какое-то новое подключение? Которое мы сейчас отменим, и оно не будет действовать. Но мы сейчас, на что будем ссылаться в том положении? У нас в уставе нету этих гарантий, у нас отменено в положении этот пункт о гарантиях. А в порядке мы ссылаемся на этот пункт. Как так? Это не противоречие ли? Почему мы выбираем... Признать одобренным название для нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» имени Никитина Евгения Арсентьевича. Мы просим уже не первый раз озвучить результаты выборов со стороны избирательной комиссии районной. Не слышат нас. Вот почему? Вот мы не знаем, результаты нам не сказано. Мы просили сколько раз, давайте представители избирательной комиссии нашей районной, пусть озвучат результаты выборов 2020-2021 года. Почему мы не можем добиться этого? А это мы знаем, вы по газете читали, мы в этом участвовали. Есть вещи, которые важнее, понимаете? Мы рады, что Никитину предлагали, мы поддерживаем. Но это уже мы читали неделю назад. На сессии этот вопрос надо ставить. А важный вопрос именно про результаты выборов, что мы не можем... На той сессии задал вопрос по улице Советская, по поводу того, что у нас не совсем проект реализуется удачно, и что нужно, возможно, создать какую-то рабочую группу, поскольку, ну, сегодня даже еду на сессию, знаете, стоит на парковке «Газель», она просто полпроизжечасти прикрывает. У нас реализуется маленько, ну, не совсем удачно, и люди просто некоторые негодуют. Коллеги, кого-то устраивает нынешняя улица Советская, что она превращается? Может быть, я не прав? Скажите, кого устраивает? Кого все устраивает? Кого все устраивает? Кого все устраивает? Всех люблю. На самом деле, правда, я вот сейчас не на первой же сессии присутствую. По большому счету, мне нравится та полемика, которая есть. Эти вопросы, которые задаются, и мне кажется, совершенно справедливо Мария Николаевна говорила. И сейчас, и вначале там были комментарии по поводу того, что поступают, скажем так, вопросы. А для того, чтобы на эти вопросы отвечать честно, иногда и неудобно отвечать. Не надо никого ловить ни за какие места ради бога, да. Надо, конечно, все знать, на каком этапе, на какой стадии. Да, этого не будет, да, например, там, условно говоря, там, значит, ПСД в таком формате, это не обсуждается. Но, действительно, надо максимально, скажем так, это доводить. Итак, добрый день, мир, уважаемые результаты, участники заседания и сессии. Прежде чем начать сессию, традиционно начнем с поздравлений. Снова предоставляется Акапылович Людмиле Ивановне. У нас в зале сегодня присутствуют представители хоккейной команды ребят «Айсберг» и стипендиаты губернатора Новосибирской области. Уважаемые присутствующие коллеги, сегодня у нас на самом деле присутствуют наши знаменитые люди, которые прославляют наш район не только в Новосибирской области, но и за его пределами. Это люди спорта, люди культуры. И надо сказать, что 10-12 декабря в Татарске прошел областной финал по хоккею «Эсшайба» среди сельских команд юношей 2007 года и на близко клуба «Золотая шайба». И в соревнованиях, которые принимало 7 команд, наши ребята, хоккейная команда «Айсберг» заняла первое место и завоевала путевку на всероссийский фестиваль в город Ишамбай. Давайте вместе с тренером пригласим сейчас сюда и скажем слова благодарности тренеру и команде. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда эта новость пришла, мне позвонили с моей малой родины, с Татарской, говорят, Геннадьевич, поздравляю, твои выиграли. А я первым делом скажу, а Маша была, говорю. Действительно, эту девушку знает уже вся Россия, поверьте мне, я не ультрирую. И когда по каким-то причинам она отсутствует на играх, ну играть так не идет. Я огромное слава и благодарности тренеру Владимиру Владимировичу, вам, ребятам. Вы гордитесь, что в вашей команде девушка, вы ее поддерживаете. И сами, как говорится, чтобы вам духом не упасть, равняйтесь с ними. Договорились? И сегодня мы вам в преддверии Нового года какие есть подарки сделаем. Нас радуйте. Мы, жители Калаванского района и в целом Носибирской области, знаем вас, ваши игры. И сегодня уже вы, ну, практически вышли на просторы нашей страны. И это очень здорово. Я желаю, чтобы в вас сформировалась личность, человечная, быть настоящими мужчинами, вот, по отношению родителям, близких, привлечь уважение. Вот, и стремитесь к достижениям, к спорту. Решили заниматься спортом. Дай Бог, чтобы вы были прославленные хоккеисты. Дорогие ребята, вы за летний период подросли, возмужали. Конечно, вы составляете гордость Калаванского района. Я хочу пожелать вам, конечно, прежде всего крепкого здоровья, хороших, замечательных достижений. Оставайтесь в спорте, потому что спорт – это сила, спорт – это здоровье. Спорт – это очень тонкий ум. И, конечно, то, что вы играете в командной игре, это говорит о том, что вы уже в будущем, повзрослев, будете умело в команде, где бы вы ни были, уже показывать и свои результаты. Хочется, конечно, чтобы, может быть, кто-то из вас и достиг большого, большого олимпийского спорта именно в хоккее. Потому что вот из таких дворовых ребят вырастают настоящие олимпийские чемпионы. Спасибо вам за то, что вы есть. Мы всегда стараемся и помогаем команде. Конечно, большую роль играет тренер. И, конечно, то, что еще ваши родители приняли решение, и несмотря на травмы, несмотря на тяжелые физические нагрузки, плюс вы еще и учитесь в школе, родители тоже помогают вам, поддерживают. Поэтому спасибо всем. Ну, конечно, сегодня слова поздравления. Но особо хочется вас поздравить с наступающим Новым годом. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы родителями. Слушайтесь родителей, старайтесь учиться. Ну и, конечно, я знаю, что вы с большим уважением относитесь к своему тренеру Владимиру Владимировичу. Спасибо вам тоже. Я хочу присоединиться с поздравлением. Я больше, наверное, сейчас скажу и как депутат, и, конечно, как представитель Банка Левобережной. От нашего руководства хочу поздравить нашу команду, которой мы гордимся. И хочу сказать, что мы оказываем спортивную помощь, как банк нашей команде. Два года назад мы купили форму на 150 тысяч. В этом году мы проплатили, Банк Левобережной проплатил лед, чтобы ребята занимались. И видим, что отдача огромная есть. Вам огромное поздравление от руководства Банка Левобережной. И, Владимир Владимирович, вам тоже. Благодарственным письмом вручается к хоккейной команде «Айсберг» тренер команды Тифико Владимирович за высокие спортивные показатели и победу на финальных соревнованиях в Новосибирской области. Пусть ваше стремление принесут радость, творческое созидание, счастье и успех. Желаю вам в этом году удачи. Спасибо. Вы можете, ребята, присаживаться. Ну что, вы можете, ребята, присаживаться. Да, вы можете, ребята, присаживаться. У нас сегодня еще присутствуют ребята, которые послабляют нашу культуру. По итогам творческой деятельности в 2021 году на Сибири Театре губернатора на Сибирской области для одаренных детей, молодежи и на сфере культуры и искусства от Колыванского района стали. Долина Дарья – участница образцового коллектива «Дарши». Долина Дарья – участница вокальной студии «Калейдоскоп». Я думаю, что это начало, ваше творческое. Я от жителей Колыванского района, от администрации, от присутствующих глав, хочу пожелать вам удачи и чтобы вы в культуре достигали больших результатов. Спасибо. Поздравляю. 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 Депутаты, приглашенные традиционно, давайте поздравим именинников депутатов, которые были в декабре. Это Фоломеева Анна Валерьевна, 8 декабря, Патруксана Евгеньевна, 11 декабря, Екатерина Владимировна Алексеевича, 16 декабря. Итак, уважаемые депутаты, на 14-й сессии Совета депутатов Колыванского района присутствует 24 депутата. Четыре депутата отсутствуют по уважительной причине. Кто за то, чтобы открыть 14-ю сессию Совета депутатов, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается единогласно, сессия считается открытой. В работе сессии будет принимать Дутникова Валентина Анатольевна, первый заместитель руководителя администрации, руководитель аппарата департамента организации управления и государственно-гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Валентина Анатольевна подойдет чуть позже, она сейчас открывает ВКС, который ведет в кабинете главы, но на областном уровне. Также в работе сессии принимает участие глава Колыванского района, приглашались главы РП Колывань, главы муниципальных образований, председатели ревизионной комиссии. Также были приглашены правоохранительные и надзорные органы Колыванского района, представители СМИ. Уважаемые депутаты, предлагаю секретарем сессии избрать Савельева Владимира Сергеевича. Возражений не будет? Кто за? Кто против? Прошу проголосовать. Владимир Сергеевич, зайдите, пожалуйста, место секретаря. Уважаемые депутаты, в Совет депутатов поступило уведомление о проведении аудио-видеосъемки от главного редактора газеты «Трудовая правда» Курносовой Татьяны Егоровны о проведении аудио-видеозаписи журналистам газеты «Трудовая правда» Штакис Алексея Александровны, а также о проведении аудио-видеозаписи депутата Остафьева Алексея Анатольевича. Данные уведомления поступили в срок в соответствии с регламентом. Предлагаю поставить вопрос на голосование о разрешении аудио-видеосъемки журналисту газеты «Трудовая правда» Штакис Алексея Александровна. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно? Алексей Александровна, покажите, пожалуйста, что... Кто за то, чтобы разрешить аудио-видеозапись? Оставь его Алексею Анатольевичу. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Один против. Кто воздержался? Принимается большинство. Уважаемые депутаты, в соответствии с регламентом нашей работы все проекты повестки рассмотрены на заседаниях депутатских комиссий и рекомендованы для рассмотрения и принятия на сессии. В повестку включено 11 вопросов. Данная повестка имеется у вас на руках. Предлагаю предложенную в проект повестки принять в целом. Кто за? Ирина Михайловна, по ходу сессии по добавлению в повестку... Пожалуйста, Алексей Анатольевич. На прошлой сессии, насколько я понял, вопрос разный был снят. Депутаты не поддержали данное предложение. Я почему-то надеялся, что данные вопросы о улице Советской, о водопроводе, об освещении на территории Крючев, поселка Пылывань каким-то образом будут освещены на сессии, на следующей. И в повестку сессии будет добавлено выступление Нины Борисовны Сурдиной или Быковой Светланы Валерьевны. Поэтому прошу добавить в повестку раздел «Разное». Также указываю на ваше нарушение по ведению сессии. Согласно регламенту, вы должны после каждого голосования озвучивать количество, сколько депутатов проголосовало за, сколько против, сколько воздержалось. Это обязанность у вас такая по регламенту. Обращаю на ваше внимание на это. Спасибо, Алексей Анатольевич. Поступило предложение Астафьева Алексея Анатольевича включить в раздел «Разное», в раздел «Повестки» раздел «Разное». Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Секретарь, посчитайте. Нет, нет, извините, можно верить. Вы голосуем, Виктор Петрович, посчитайте. Секретарь, кто за то, чтобы включить повестки «Разное». Поднимите руки. Я поднял руку, вы не даете слова. Вы голосуйте. Я хочу высказаться, как вы не поймете. По ведению я вам делаю замечание, прочитайте регламент, пожалуйста. Сессия ведется в соответствии с регламентом. Прочитайте регламент. Я имею право высказаться по поводу предложения Астафьева. Почему вы не даете этой возможности? Потому что вы не подняли руку. Как я не поднял? Вот сидят люди, говорят. О включении в раздел «Повестки разные». Итак, уважаемые коллеги. Комиссия, совместная комиссия по аграрной политике и мандатная единогласно проголосовали за предложение о разделе «Разное» на каждой сессии. Почему вы об этом не сказали? Почему эту дискуссию не оговорили, что на следующих комиссиях? Итог каков? Мы официально проголосовали. Нас четверо было депутатов. Все четверо внесли предложение на комиссии включить раздел «Разное» в повестку. Почему вы не озвучиваете это? Почему прячете истинную ситуацию? Виктор Петрович, вы все сказали. Присядьте, пожалуйста. Значит, по обращению Алексея Анатольевича Астафьева, который просил включить раздел «Разное», на всех комиссиях было оговорено, из 21 присутствующего депутата, 8 депутатов только включить в повестку раздел «Разное». Остальные депутаты сказали, высказали свое мнение, что рассматривать раздел «Разное» на комиссиях. Итак, я ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы включить раздел «Разное» в повестку «Разное»? Голосует. Ирина Михайловна, включайте бардак устроенный. Какой бардак? Это такая пирога. Это сессия Совета депутатов. Да, кто за то? Ирина Михайловна, я сначала поставлю вопрос на голосование. Подождите, на комиссиях вы сказали, предложили внести вопрос разное, вы сказали, вносим его в повестку. Мы все комиссии социальные, у нас там совмещенные, мы все подняли руки, нас было 4 или 5 человек, еще 2 комиссиях, то есть уже не 8 человек, как вы говорите. И вопрос был, вынеси на голосование, на, господи, вопрос разный, на сессии. А сейчас вы вообще об этом умалчиваете. Я еще раз вам говорю, согласно комиссии, которые прошли, вопрос раздела «Разное» включить в повестку, проголосовали только 8 человек. Остальные сказали, рассматривайте раздел «Разное», комиссия, ставьте вопрос на голосование. И за то, что выключите, повестку раздел «Разное», ставьте голосование. Прошу слова. Алексей Анатольевич, нет. Согласно регламенту, согласно регламенту, статья 43. Я объявляю перерыв, уважаемые депутаты. Перерыв на 10 минут. Зачем перерыв? Зачем перерыв? Потому что не голосуют депутации в войне. Высказываем свое понятие. Потому что мы имеем право выставить свое мнение сначала, а потом уже... Перерыв на 10 минут. За рекламент проколосовали какой-то перерыв. У нас рекламент есть. Работает. Ана Александровна, мы за рекламент еще не голосовали с вами. Мы с вами сессии же голосовали. У нас согласно регламенту, профессии рекламент, мы еще с вами здесь принимали. Подписывайтесь на мой канал. Я беру в предложение два вопроса об этой свалке несчастной. Мы когда должны навести до поля, как принесли? Должны. Я в суде делаю разное обсудить это. Это, например, разное. А в вопросе, как и по местному звоню, разное. Мы уже не можем. Какой-то вопрос. Какой-то вопрос. Какой-то вопрос. Какой-то вопрос. Вы не сидите. Рабочей органа, мы должны договорить ее. Объезды. Это проект не спешит. Рабочей органа все равно должен. Продолжение следует... 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 на 2021 год, а также внесение изменений в части внутреннего перераспределения согласно служебных записок руководителей и специалистов администрации Калаванского района Новосибирской области, руководителей муниципальных учреждений и глав муниципальных образований на 2021-2022 год. В доходную часть бюджета предлагается внести изменения в части собственных доходов по неналоговым поступлениям только по платным услугам МКУ Центра развития и культуры Калаванского района Новосибирской области на сумму 46 тысяч рублей. В части безвозмездных поступлений из областного бюджета Новосибирской области на общую сумму 40 млн 364 тысяч рублей, в том числе по субсидиям на сумму 10 млн 826,5 тысяч рублей, по субвенции на сумму 8 млн 974,4 тысяч рублей, по иным межбюджетным трансферам на сумму 20 млн 563,1 тысяч рублей. Дополнительное выделение средств из областного бюджета связано с реализацией на территории района Государственной программы культуры Новосибирской области, указом Президента Российской Федерации о повышении заработной платы работников бюджетной сферы и поддержкой ЖКХ. Все изменения предлагаются отразить в расходной части бюджета Калланского района Новосибирской области по соответствующим кодам бюджетной классификации и направлениям бюджетного финансирования. Таким образом, с учетом всех изменений, общая сумма доходной части бюджета составит 1 млрд 263 млн 656,5 тысяч рублей. Общая сумма расходной части бюджета Калланского района Новосибирской области составит 1 млрд 318 млн 312,4 тысяч рублей. Дефицит бюджета Калланского района составит 54 млн 655,9 тысяч рублей. Распределение дополнительно выделенных средств из областного бюджета, а также внутренняя корректировка бюджетных ассигнований представлено вам в рабочих материалах и рассмотрено на соседаниях комиссии. Доклад закончен. Уважаемые депутаты, вопросы по основной части проекта бюджета к Владимиру Юрьевичу? По основной части бюджета. Я уже говорила на прошлой сессии о том, что у нас прирастаемый бюджет, конечно, 1 млрд 260, это очень хорошо, но я всегда критерии этот ношу к увеличению бюджета, насколько стало лучше, оснащеннее работать нашим структурным подразделениям. Я уже говорила о том, что у нас очень большие проблемы, нерешенный вопрос, скажем, не люблю слово проблемы, с обеспечением наших структурных подразделений финансовыми средствами. В частности, я хочу сказать, что мы за два года не сделали даже текущих лимонтов в школах и садах. И очень большое предложение на 2022 год давайте сразу сейчас обговорим это. И мы когда на прошлой сессии говорили, если вдруг будут доходы у нас появляться к концу года за счет налогов, которые мы будем направлять их на те нужды, которые не решены у нас в течение текущего года. Сейчас год заканчивается, в общем, мы не очень в том направлении отработали. Я хочу обратиться к депутатскому корпусу, конкретно Ларисе Николаевне Ильиних, чтобы она взяла... Ну, мне контроль даже, может, так. Те письма, которые идут помимо депутатского корпуса, нам уже приносят де-факто, которые только можно произвести. Но у нас есть болевые точки у всех структурных подразделений и горящие. Почему ко мне, как депутату, рядовому депутату, скажем теперь так, приходят люди, завхозы, школы, говорят о своих... Но это мне неприятно. Должны идти в совет депутатов Ирине Михайловне Вепреве и Ларисе Николаевне Ильиних. Они должны приносить нам эти все нерешенные проблемы. И мы должны совет депутатов, в первую очередь, в приоритетном порядке решать, куда направить средства. Я хочу сейчас обратиться к депутатскому корпусу, чтобы мы более глубоко изучали то, что необходимо нашим бюджетополучателям. Спасибо. Спасибо, Марья Николаевна. Протоколь нам не сено. Ирине Геннадьевич попросил слово. Я не знаю, Марья Николаевна, кто к вам ходит. Я думаю, что это не соответствует действительности. Вы этим самым просто авторитет себе зарабатываете. Нет. Я вам скажу, что... Я авторитет зарабатывала 37 лет. Он у меня не работает. Нет, нет, авторитет у меня есть. Вы на себя не работаете. Давайте так. Что касается школ, детских садов, за два года мы сделали текущие ремонты более 10 миллионов рублей. Мы открыли три точки роста в школах. Ремонты делаются... Меняется отопление, меняются окна. Вы официально сделайте на меня запрос. Я как депутат. Я официально вам отвечу. У меня на следующий форум советы сессии. Вы на ней должны бы ответить мне. Я вам еще раз говорю, что... Мы же сами это принимаем решение. Я не ставлю вину вам, я ставлю нам, депутатам, что мы не рассматриваем предъявленные вопросы. Я не ставлю... Это мое предложение. Что же вы так воспринимаете? Конечно, вы... Все это записано протокольно. И на следующей сессии по служебным запискам будем смотреть и отрабатывать те вопросы, которые задают нам руководители при обращении на главу и совет депутатов. Дальше. Пожалуйста, Жанна Владимировна, вам слово. Я, наверное, думаю, у нас нет такого понимания, сколько финансируется сегодня предоставительное учреждение. Давайте на следующую сессию. Я подготовлю справку. И готова доложить по каждому направлению, что вы сделаны. На самом деле, просто в разы мы увеличили финансирование образовательных учреждений, а в разрезе по статей на я готова довести. Спасибо. Все хорошо, протокольно записано. Еще вопрос, пожалуйста, Лидия Петрович. Вчера вторая половина дня и до полуночи и сегодня с утра в интернете была жаркая дискуссия. Многие смотрели, видели, восхищались, удивлялись, поражались. Это по бюджету. Нас с вами полоскали, как хотели. И, наверное, правильно. Потому что у нас нет диалога власти депутатской, власти администрации района. Мы по разные стороны баррикад. Почему мы не хотим слышать крик людей о тех проблемах, которые есть? Я часто бываю в спортивных организациях. Сам я говорю о трубке. Сам нашел предложение. Вопрос по бюджету. По бюджету, да. Мне жалуются тренеры на тему о том, что районные соревнования провести полноценно не можем, потому что из деревень не могут приехать спортсмены, учащиеся. У нас только техники, автобусы, микроавтобусы. Чего только нет. Ребятишки из деревень не могут приехать на соревнования. Ребятишки районные не могут поехать на областные. Деньги родители складывают. Это что за дела? Я 10 лет занимался этим делом. Никитин приходил, мы всегда находили возможность найти автомобиль, заправить этот автомобиль и отправить спортсмен в той или иной секции на областные соревнования. Спасибо, Виктор Петрович. Пожалуйста, Жанна Владимировна. Протокольно записана ваша просьба. У нас в постановлении губернатора введен режим повышенной готовности. Мы сегодня, не вчера, не сегодня. Мы два года работаем в такой системе, в таком состоянии уже, что мы не можем сегодня привозить детей и смешивать разные группы. Два года у нас пандемия на территории Колыванского района, в Северской области всей страны и всего мира. Поэтому финансирование у нас, поверьте, на этот год было заложено. Мы его с вами перераспределяли не на одной сессии, как и с программой культуры, с программой физической культуры, с патриотического воспитания. Все, что мы не провели, мы с вами перераспределили из собственных средств на нужды наших муниципальных учреждений. Поэтому, считаю, вот это соединение немного некорректно. Ну, предметно я могу с вами диспутировать на эту тему. Я вам сейчас говорю, что ситуация, если у нас достаточно специй и транспорта, для того, чтобы выводить детей на любой мировой объект. Спасибо. Итак, уважаемые депутаты, если нет вопросов по основной части внесения изменений в проект бюджета номер 24 о бюджете Колыватского района на 2021 год, ставлю на голосование о принятии за основу. Кто за, голосуйте, посчитайте, секретарь. Кто против, кто воздержался, принимает срединогласно. 24 депутата. Владимир Юрьевич, Анна Александровна, вы находитесь на сессии первый раз за год. Не первый раз за год. Я не была. Я не была с вами. 23 депутата голосовала. Я не воздержалась. Никто не посчитал. Спасибо, уважаемые депутаты. На проект бюджета Колыватского района мы переводим дополнительные поправки. В период дополнительных поправок. Внесение дополнительных поправок в бюджету на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов обусловлено принятием решения губернатора Новосибирской области об увеличении заработной платы не указаны категории работников органов местного самоуправления Колыванского района и работников контрольно-счетного органа на 8,9%. И, соответственно, выделением дополнительных бюджетных рассекнований в разрезе муниципальных образований Колыванского района в части дополнительной сбалансированности по субсидии государственной программы Новосибирской области управления финансами Новосибирской области по внутреннему перераспределению бюджетных средств и распаковке резерва. А именно распределение по коду бюджетной классификации в сторону уменьшения на сумму 1 миллион 81,8 тысяч рублей на распаковку резерва на увеличение заработной платы до указанного уровня на 8,9%. В сторону увеличения по коду бюджетной классификации межбюджетные трансферты на сбалансированность для муниципальных поселений Колонского района, распаковка резервов и увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы на 8,9% на сумму 540,598 рублей. Также увеличение по коду бюджетной классификации, увеличение заработной платы и начисление на распаковку резервов на 8,9% на 4 суммы 26,615 рублей, 24,138 рублей и 468,922,91 и 21,526,09 копеек. Также внесение дополнительных поправок к бюджету в 2021 году и планового периода 2023 года обусловлено наличием экономии по отдельным кодам бюджетной классификации у одних учреждений и их потребностью у других учреждений. В целях завершения финансового года предлагается удовлетворить просьбы заявителей учреждений в части внутреннего перераспределения бюджетных осигнований, а именно внутреннее перераспределение бюджетных осигнований по разделам общегосударственные расходы, в сторону уменьшения по коду бюджетной классификации прочие расходы на сумму 24,000 рублей в пользу увеличения по коду бюджетной классификации ремонтов и транспорта 20,000 рублей и приобретения запасных частей к автомобилям 4,000 рублей. В сторону уменьшения по коду бюджетной классификации экономия по резерву на повышение заработной платы и начисление на нее работникам бюджетной сферы на сумму 103,7 тысяч рублей, В сторону уменьшения по ходу бюджетной классификации прочая закупка по аренде 19,4 тысяч рублей, уменьшение на сумму 80 тысяч рублей прочая закупка по информационно-коммуникационным технологиям, увеличить на сумму 200 тысяч рублей для частичной выплаты заработной платы и начисления по окончательным расчетам, увеличить на сумму 3,3 тысячи рублей на иные выплаты и доплаты к пенсии, уменьшить на сумму 17 тысяч рублей субвенция для предоставления субсидий бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания и увеличить на сумму 17 тысяч рублей субвенция на отдел социальной защиты для обеспечения индексации заработной платы. По разделу образования предлагается перераспределить среди кода бюджетной классификации сумму 5 тысяч рублей с назначения аренды помещения в пользу на организацию санитарной обработки помещения детского сада номер 4. По разделу культура предлагается уменьшить по коду бюджетной классификации на сумму 73 тысячи рублей по статье экономия по приобретению ГСМ на аналогичную статью на приобретение ГСМ с другим кодом бюджетной классификации сумма 73 тысячи рублей. Уменьшить по коду бюджетной классификации аренда помещения на сумму 11 тысяч рублей в пользу увеличения кода бюджетной классификации для оплаты услуг связи 11 тысяч рублей. Дополнительное выделение лимитов предлагается для увеличения фонда оплаты труда в связи с увольнением сотрудников и необходимости выплаты окончательного расчета, а также необходимости расчетов по исполнительным листам в связи с их наличием. В том числе увеличить по коду бюджетной классификации для оплаты окончательного расчета по увольненным сотрудникам на сумму 96,2 тысяч рублей и увеличить по коду бюджетной классификации для частичной оплаты исполнительного листа сумма 300 тысяч рублей. Увеличение лимитов произвести за счет собственных доходов бюджета Кавланского района Новосибирской области в части налогов и доходов физических лиц в связи с перевыполнением плановых заданий на сумму 396,2 тысяч рублей. Кроме того, исходя из анализа исполнения доходной части бюджета по состоянию на 24 декабря 2021 года и прогноза до конца текущего года, установлена возможность перевыполнения доходной части бюджета Кавланского района за 2021 год. Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено направление дополнительно полученных доходов, в первую очередь на гашение внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета. Таким образом, предлагается увеличить доходную часть бюджета на сумму 17,494,2 тысяч рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц 17,494,2 тысяч рублей. Увеличение поступления по данному налогу объясняется повышением заработной платы работникам бюджетной сферы по решениям, принятым в конце текущего года, и наличием решения по дополнительным нормативам отчисления в КНДФЛ в размере 30% бюджет Кавланского района. Увеличение доходной части бюджета позволит увеличить по коду бюджетной классификации источники финансирования дефицита бюджета на сумму 11,7 миллиона рублей для частичного гашения коммерческого кредита. Уменьшить источники финансирования дефицита бюджета в части принятого решения дефицита бюджета на сумму 5,7 миллиона,2 тысяч рублей. Данная поправка рассмотрена на постоянно действующей бюджетной комиссии и одобрена для принесения на сессию. На основании полученного уведомления от Министерства труда и социальной политики Новосибирской области об уменьшении субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на сумму 67,9 тысяч рублей, которая является невостребованной. В связи с этим уменьшить доходную часть бюджета по коду бюджетной классификации на указанную сумму 67,9 тысяч рублей и расходную часть бюджета также по коду бюджетной классификации на сумму 67,9 тысяч рублей. Таким образом, с учетом всех поправок, общая сумма доходов бюджета составит 1,281,479,1 тысяч рублей. Общая сумма расходов составит 1,318,640,7 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 37,161,6 тысяч рублей. В соответствии с предложением, извините, предлагается вынести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов Комонского района Новосибирской области и соответствующих предложения к решениям на бюджете. По дополнительным поправкам у Василия Владимировича, вопрос, уважаемые депутаты, по дополнительным поправкам 2021 года. Пожалуйста, Татьяна Владимировна. Если я не ошибаюсь, у нас увеличиваются оплаты на 8 и 9 с 1 октября, правильно? Вы в положении контактности вносите в оплату труда, это же на этот год Вы принимаете сейчас вот эти вот цифры? С первого дня. А положение в оплате труда, если я не ошибаюсь, мы принимаем на сессии, да? В несении изменений? Нет, 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 индексация не предусматривается. Светлана Юрьевна, пожалуйста, поясните. 1,89, 1,89. Вы сейчас оплаты увеличиваете? Это подзаконно увеличивается не оплата, и в индексации в положении об оплате труда, принимаемой на сессии, вносится только существенное положение об оплате труда, когда повышается единая денежная выплата, другие коэффициенты доплаты, которые устанавливаются в федеральных либо областных... Это только по режиму администрации. Постановление, администрации, муниципального образования. Спасибо, присаживайтесь. Итак, уважаемые депутаты, вопросов по дополнительным поправкам больше нет. Ставлю вопрос на голосование. Голосуем отдельно как? Вопрос, пожалуйста, на вступление. Что за вступление у Вас? По вопросу. По вопросу дополнительных поправок? Да? Пожалуйста, в рамках регламента... Сколько там? Три минуты, да? Да. В рамках дополнительных поправок... У нас регламент для всех одинаково действует, да? Статья 50-я, пункт 5-й регламента Совета депутатов, он говорит, что никто не имеет права комментировать выступление депутата на сессии Совета депутатов и давать ему оценки по ходу заседания. Это так, сведения. Я прекрасно понимаю, что большинство из присутствующих здесь считает, что нет смысла глубоко рассматривать все эти вопросы на сессии по той причине, что мы это все на комиссиях довольно подробно разобрали. На этом моменте, вот, позволю себе немножко отвлечься, да, и обратиться опять к действующему регламенту Совета депутатов, утвержденному решением 6-й сессии Совета депутатов от 26 марта 2021 года. Статья 2-я гласит, что деятельность Совета депутатов основывается на принципах соблюдения права на свободу человека. Антон Петрович, Антон Петрович... Статья 50-я, пункт 5-й, пожалуйста, дайте высказаться... По дополнительным фактам по вопросам обе в жизни. Учетом мнения населения, коллективного и свободного обсуждения решения вопросов, отнесенных в компетенции Совета депутатов. Антон Петрович, не научайте, пожалуйста, порядок введения сессии и рассмотрения вопросов по месту и сессии. Вы сами нарушаете регламент, вы мне не дали высказаться. Вот с этим выступлением, перед тем, как мы поставили вопрос на повестку дня. Я вас... На включении с повестку дня у меня было выступление, вы сказали, нет, мы голосуем. Пожалуйста, не прерывайте. Я вас не прерываю, у вас выступление не по существу вопроса. Вы не имеете права комментировать и давать оценку этому выступлению. Я имею права... Это говорит вам статья, 50 пункт 5, я являюсь по Совету депутатов. Я как председательствующий имею право сказать, что вы выступаете... Откройте, пожалуйста, статью 50 пункт 5, там написано русском языке. Все, прекратите свое выступление. Понимаете, мы здесь собрались для чего? Для того, чтобы решать вопросы населения. А не просто так. Для большинства населения решаются вопросы. Отлично, отлично. А на сессию мы ничего не выносим. Вот в том-то и вопрос. Уважаемые депутаты. У нас есть много других вопросов. Экология, дороги, медицина, да? Виктор Петрович, на сессию пытался включить в Россию разные вопросы экологии. Антон Петрович, я вас, я вас признаю, прошу не нарушать рекламу. Уважаемые депутаты. И вот по улице Совета. Что? Где? Кто ответит? Ничего. Понимаете, если мы это все не будем говорить здесь, вслух, на сессиях, протокольно ничего не будет записано. Уважаемые депутаты, по дополнительным поправкам ставлю вопрос на голосование. Отголосовываем каждую дополнительную поправку или поправки в целом? Активно, ровно и прочная. Поправки голосуем каждую отдельно или в целом? В целом. В целом. Поступило предложение от Марины Николаевны отголосовать поправки в целом. Итак, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы озвученные дополнительные поправки по внесению изменений в решение Совета депутатов номер 24 о бюджете Холыбанского на 21 год принять в целом? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Хорошо расписаны роли. Двое воздержались. Долго готовились. Итак, уважаемые депутаты, с учетом обсуждений, выступлений, протокольных записей предлагаю предложенный проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов номер 24 о бюджете Холыбанского района на 21 год принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Раз, два, три. Воздержались. Спасибо. Владимир Юрьевич, переходим ко второму вопросу об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования Холыбанского района. Пожалуйста, вам слово. Владимир Юрьевич, ответил проявление о бюджетном процессе Холыбанского района Новосибирской области. разработана в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, определяет бюджетный процесс в Калаванском районе Новосибирской области, бюджетные полномочия органов местного самоуправления Калаванского района Новосибирской области и иных участников бюджетного процесса, регулирует отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета Калаванского района Новосибирской области, утверждение и исполнение бюджета Калаванского района Новосибирской области, осуществление контроля за его исполнением и утверждение отчета об исполнении бюджета Каванского района Новосибирской области, внешние проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также устанавливают основы и порядок регулирования межбюджетных отношений в Каванском районе Новосибирской области. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года номер 131 ХЗ об общих принципах организации местного совмправления в Российской Федерации и уставам Каванского района Новосибирской области. Прошу утвердить положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Каванского района Новосибирской области, осмотренное на заседание депутатской комиссии. Вопросы к докладчику по данному положению. Пожалуйста, Татьяна Ивановна. У меня пожелание. Мы уже говорили на комиссиях по поводу положения бюджетного процесса. Сейчас в экспертном заключении у нас прописано, что несоответствие состава документов нашему бюджетному процессу. Я хочу сказать, что несвоевременно, постоянно, и когда работала я, и сейчас Елена Валентиновна, у нас бюджетный процесс не соответствует законодательно утвержденным нормам. У меня пожелание. Я думаю, что с этого времени у нас будут в соответствии с нашим изменениями в бюджетном кодексе, в каких-то других документах нормативных вноситься изменения в положение, чтобы мы уже бюджеты своевременно принимали уже по готовым документам, утвержденным, а не по проектам, или нарушали законодательство. Вот у меня такое пожелание. Спасибо. Спасибо, Татьяна Ивановна. Вопросы по положению. Итак, уважаемые депутаты, предлагаю предложенный проект решения о принятии положения об утверждении положения бюджетного процесса муниципального образования Колыванский район принять за основу. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. С учетом протокольно записанной записи и выступления Татьяны Ивановны предлагаю предложенный проект решения принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Мы переходим к третьему вопросу о бюджете Колыванского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. По регламенту выступление до 30 минут. Ориентируйтесь. Спасибо. Уважаемые депутаты, проект бюджета Колыванского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов разработан в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колыванского района Новосибирской области. За основу формирования бюджета были приняты основные направления бюджетной налоговой политики Колыванского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Колыванского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 года основные положения Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон от 8 мая 2010 года на 83 ФСЗ об внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений. Учтены изменения налогового кодекса Российской Федерации, использованы методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Калланского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, методика прогнозирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, методика прогнозирования источников финансирования дефицита бюджета, методика расчета дотации на вравне бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Калланского района Новосибирской области, методика расчета и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов о муниципальном поселении Каланского района Новосибирской области и другие документы. При формировании доходов бюджета Каланского района Новосибирской области было утверждено налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта решения о бюджете Каланского района Новосибирской области. Приняты федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений налоговое законодательство в соответствии с нормативами распределения между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, а также оценка поступления доходов в бюджет Каланского района Новосибирской области. Кроме того, следует отметить, что в соответствии с бюджетом Кодексом Российской Федерации в составе собственных доходов бюджета Каланского района отражено поступление акцизов. По утвержденным согласно законодательству нормативам отчислений данные поступления являются источником формирования и использования муниципального дорожного фонда. Причем в бюджете района 2021 года предусмотрен норматив отчисления от акцизов только на дороге, находящейся в муниципальной собственности администрации Каланского района Новосибирской области. В положении в муниципальном дорожном фонде утверждено решением Совета депутатов Каланского района Новосибирской области, а также в 2022 году в доходной части бюджета предусмотрен транспортный налог по нормативам отчислений из областного бюджета согласно принятого законодательства Новосибирской области в 2021 году. На 2022 год собственная доходная часть бюджета Каланского района Новосибирской области в виде налоговых и неналоговых поступлений рассчитана в сумме 159,8 млн. рублей или с ростом относительно 2021 года на сумму 1,6 млн. рублей с темпом роста 107,8%. В структуре доходной части бюджета налоговые и неналоговые доходы 2022 года составляют, соответственно, 153,2 млн. рублей и 6,6 млн. рублей. И на плановый период 2023-2024 годов общий объем доходов, соответственно, равен 151,2 млн. рублей и 160,5 млн. рублей. Основными доходными источниками бюджета района Каланского района остаются налог на доходы физических лиц в объеме 108,146,6 млн. рублей с ростом 2021 года на 3,783,19 млн. рублей. Налоги на совокупный доход в объеме 26,7 млн. рублей или с ростом 2021 года на 6,6 млн. рублей и неналоговые доходы, в том числе расходы от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 5,333,3 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц на 2022 год рассчитан в сумму 108,146,6 млн. рублей или с ростом 2021 года на сумму 3,783,19 млн. рублей или 103,6 млн. рублей. О дополнительном нормативе отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на право бюджетной обеспеченности в объеме 30%. В плановый период 2023 до 2024 года, соответственно, план составит 96,774,1 млн. рублей и 102,918,8 млн. рублей. На расчет плановых цифр оказали влияние экономическая и эпидемическая ситуация. Налог на совокупный доход в 2022 году рассчитан с суммой 26,701,5 млн. рублей или по сравнению с 2021 годом план увеличился на сумму 6,645,6 млн. рублей или 133,1%. Расчет прогноза поступления налога на 2022 год произведен на основе ожидаемого поступления налога в 2021 году и с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также учтена динамика поступления данного налога за два последних налоговых периода, изменения федерального законодательства в части налогов и сборов. На плановый период 2023-2024 годов плановые задания, соответственно, составили 28,581,5 млн. рублей и 30,622,9 млн. рублей. Налоги на имущество в бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов представлены транспортным налогом. Данный налог учитывается в бюджете района с 2020 года в соответствии с бюджетом законодательства Новосибирской области в части утвержденных отчислений административа. Транспортный налог в 2022 году в бюджете Калаванского района Новосибирской области составляет 10,512,9 млн. рублей, увеличение на сумму 1,013,4 млн. рублей или 110,6%. На 2023-2024 годы сумма составляет, соответственно, 10,997,3 млн. рублей и 11,526,7 млн. рублей. Государственная посланная бюджета Калаванского района на 2022 год запланирована в сумме 3,156,9 млн. рублей или с ростом на 61,9 млн. рублей. На планы в период 2023-2024 годов, соответственно, 3,220 млн. рублей и 3,284,4 млн. рублей. Расчет плана на 2022 год произведен на основе ожидаемой оценки поступления 2021 года и в соответствии с методикой прогнозирования поступления налоговых или налоговых доходов в местном бюджете Калаванского района Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Калаванского района Новосибирской области от 16 августа 2016 года номер 463А. Неналоговые доходы в 2022 году запланированы в объеме 6,558,9 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом неналоговые доходы запланированы с ростом 101,7% на плановый период 2023-2024 годов. Соответственно, планы составили 6,761,70 млн. рублей и 6,990 млн. рублей. Безвозмездные поступления. Доходные части бюджета Калаванского района Новосибирской области и безвозмездные поступления запланированы в соответствии с проектом закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Общая сумма безвозмездных поступлений составит 1,48 млрд. 587 млн. рублей, что значительно выше, чем в 2021 году. Сумма увеличения составит 177,734 млн. рублей. Увеличение по безвозмездным поступлениям произошло за счет увеличения финансовой помощи бюджета Калаванского района Новосибирской области и заблокного бюджета Новосибирской области, а также изменения в структуре целевых безвозмездных поступлений, в том числе за счет расширения списка обязательных контролируемых расходов. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 132,484,9 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом сумма дотации снизилась на 1,239,7 млн. рублей. Основная причина снижения нецелевой финансовой помощи – это снижение общей численности населения Калаванского района Новосибирской области. Субсидии из фонда софинансирования расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов запланированы в следующем году на 2022 год. По субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области управления финансами Новосибирской области на сумму 218,566,9 млн. рублей. Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области на 2022 год на сумму 30 млн. рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на сумму 6,653,4 тысячи рублей. Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области развития субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области сумма 102,2 тысячи рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы населенных пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек, государственная программа Новосибирской области, культура Новосибирской области сумма 1,030,000 рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области под программы развития дошкольного общего и дополнительного образования детей в рамках государственной программы Новосибирской области развития образования и создания условий для социализации детей и учащихся молодежи в Новосибирской области сумма 1 млн 549,6 тысяч рублей. Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и в рамках государственной программы благоустройства территорий и населенных пунктов государственной программы Новосибирской области жилищно-коммунальной хозяйства Новосибирской области сумма 6 млн 766,8 тысяч рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области цифровая трансформация Новосибирской области 11 млн рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков государственных программ Новосибирской области развития образования и создания условий для социализации детей и учащихся молодежи в Новосибирской области 4 млн рублей. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организаций государственной программы Новосибирской области развития образования и создания условий для социализации детей и учащихся молодежи в Новосибирской области 16 млн 855,8 тысяч рублей. Субсидия местным бюджетом на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области развития системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2022 год средств не запланированы. Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционированной системы жизненного обеспечения и снабжения населения топливом под программы безопасности жилищно-коммунального хозяйства государственной программы Новосибирской области и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 33 млн 308,4 тысяч рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления 538 тысяч рублей. Субсидия на реализацию мероприятий по установке, модернизации, пожарной стерилизации и пожарного мониторинга в муниципальных образованиях 400 тысяч рублей. Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры и спортивно-технологическим оборудованием государственной программы Новосибирской области развития физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2022 год средств не запланированы. В бюджете 2022 года будут предусмотрены дополнительные субсидии, такие как субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения под программу «Чистая вода» на сумму 7,963,000 рублей до строительства скважины Древней Малой Айоши. Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по государственным программам Новосибирской области, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта на сумму 6,563,7 тысяч рублей, а также субсидии на приобретение транспортных пассажирских средств на сумму 6,255,2 тысяч рублей. В 2022 году сумма субсидий составит в общем объеме 361,398,4 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост целевых субсидий, выделенных в Калуанском районе Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на 97,792,5 тысяч рублей. На 2023 и 2024 годы соответственно 133,705,6 тысяч рублей и 177,763,7 тысяч рублей. Субвенции из фонда компенсации запланированы на 2022 год в объеме 517,542,7 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом произошло увеличение на 52,895,5 тысяч рублей. За счет субвенции в связи с передачей государственных полномочий на муниципальный уровень, в том числе из наиболее значимых на 2022 год субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ сумма 196,1,8 тысяч рублей. Субвенции на организацию для осуществления деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 48,107,1 тысяч рублей. Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 8,826,2 тысяч рублей. Субвенция на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 1,153,6 тысяч рублей. Субвенция на обеспечение социального обслуживания отдельной категории граждан, 33,646,5 тысяч рублей. Субвенция муниципальным районам на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетным поселениям 45,9,2 тысяч рублей. Субвенция на создание общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 60,850,6 тысяч рублей. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях 94,850,5 тысяч рублей. Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 24,924,000 рублей. На плановый период 2023-2024 года субвенции предусмотрены в объемах 560,986,4 тысяч рублей и 574,363,6 тысяч рублей. Иные межбюджетные трансферты на 2022 год запланированы в сумме 37,431,000 рублей. По сравнению с 2021 годом увеличились на 28,555,7 тысяч рублей или с темпом роста 421,7%. В том числе на 2022 год иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области, обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области сумма 549,3 тысяч рублей. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области под программы развития дошкольного общего и дополнительного образования детей в рамках государственной программы Новосибирской области развития образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 500 тысяч рублей. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами В рамках государственной программы Новосибирской области развития системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области сумма 5,891,4 тысяч рублей и иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. В рамках государственной программы Новосибирской области развития образования и создания условий для социализации детей и учащихся молодежи в Новосибирской области 21,096,5 тысяч рублей. Дополнительные иные межбюджетные трансферты утверждены на 2022 год. Следующие. Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на сумму 5 миллионов рублей. На плановый период 2023-2024 годов иные межбюджетные трансферты предусмотрены в объемах 29 457,2 тыс. рублей и 32 116,2 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма доходов бюджета Калаванского района Новосибирской области на 2022 год с учетом безвозмездных поступлений составит 1 208 655,9 тыс. рублей. На плановый период соответственно 1 млрд 22 282,7 тыс. рублей и 1 млрд 26 931,4 тыс. рублей. Расходная часть бюджета. При формировании бюджета Калаванского района Новосибирской области на 2022 год были также учтены рекомендованные правительством Новосибирской области и Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области Следующий подход. В рамках реализации указов президента Российской Федерации предусмотрены необходимые средства на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, исходя из утвержденных целевых уровней средней заработной платы на 2022 год. Предусмотрены повышения с 1 октября 2021 года на сумму 3,9% заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, не относящихся к указным категориям. Также в областном бюджете запланирована субсидия на реализацию и развитие проектов территорий, основанных на местных инициативах, инициативное бюджетирование, распределение которых будет осуществляться на конкурсной основе. Кроме того, следует отметить, что в 2021 году внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации об организации казначейского сопровождения средств в 2022-2024 годах. Согласно федеральному законодательству, казначейскому сопровождению будут подлежать целевые средства федерального бюджета, предусмотренные статьей 3, пунктом 3, статьей 5 проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Данные условия казначейскому сопровождению необходимо предусматривать в условиях заключения муниципальных контрактов. Сумма расходов в 2022 году составит 1,210,666,9 тысяч рублей на плановый период 2023-2024 годов, соответственно, 1,222,282,7 тысяч рублей и 1,26,931,4 тысяч рублей. Расходы по разделам, раздел 01, общегосударственные вопросы, общая сумма расходов по данному разделу на 2022 год запланирована в объеме 81,568,6 тысяч рублей на 2023-2024 годы, соответственно, 52,547,2 тысяч рублей и 43,211,3 тысяч рублей. Раздел 02, национальная оборона. Сумма целевых средств по субвенции из областного бюджета Новосибирской области на 2022 год составит 2,276,1 тысяч рублей на плановый период 2023-2024 годов, 2,353,1 и 2,436,5 тысяч рублей. Раздел 03, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. Общая сумма расходов по данному разделу на 2022 год составит 5,164,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств муниципальной программы организации осуществления предприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Колонского района о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в сумме 100 тысяч рублей, а также муниципальная программа развития и совершенствования единой дежурной диспетчерской службы Колонского района Новосибирской области в сумме 5,164,4 тысяч рублей. Раздел 04, национальная экономика. Расходы районного бюджета по данному разделу направлены на поддержку и развитие основных отраслей экономики, а именно транспортной инфраструктуры малого бизнеса. Всего на сумму 75,733,3 тысяч рублей. Раздел 05, жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по данному разделу в основном связаны с финансированием федеральных и областных программ по обеспечению льготной категории населения жильем, а также мероприятий по развитию индивидуального жилищного строительства и ЖКХ. Общая сумма по данному разделу на 2022 год составит 79,723,8 тысяч рублей. В 2023 году 97,442,6 тысяч рублей. В 2024 году 133,920,4 тысяч рублей. Раздел 07, образование. Общая сумма по данному разделу на 2022 год запланирована в объеме 661,966,6 тысяч рублей. На 2023 год – 582,326,1 тысяч рублей. И на 2024 год – 568,212,4 тысяч рублей. По разделу 08, культура. Общая сумма на 2022 год запланирована в объеме 75,023,1 тысяч рублей. На плавный период 2023 года 54,061,4 тысяч рублей. И на 2024 год – 40,938,4 тысяч рублей. Раздел 10 – социальная политика. Общая сумма по данному разделу на 2022 год определена в объеме 90,139,9 тысяч рублей. На 2023 год – 81,279,1 тысяч рублей. И на 2024 год – 80,845,3 тысяч рублей. Раздел физической культуры и спорт. Общая сумма направлена на организацию деятельности. На 2022 год составит 30,233,8 тысяч рублей. На 2023 – 21,436,3 тысяч рублей. И на 2024 год – 15,059,6 тысяч рублей. Раздел обслуживания муниципального долга. Планируемая сумма по обслуживанию муниципального долга на 2022, 2023 и 2024 годы. В годы запланированы идентичные суммы в размере 2,011,000 рублей. Межбюджетные трансферты раздел 14. Проект бюджета муниципального образования Каланского района представлены расходы, связанные с передачей государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования поселения Каланского района в Сибирской области. А именно, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным поселениям Каланского района на 2022 год составит 45,09,2 тысяч рублей. На 2023 год сумма составит 44,511,9 тысяч рублей. И на 2024 год – 34,554,000 рублей. Общая сумма на 2022 год по межбюджетным трансферам на сбалансированность местных бюджетов поселений Каланского района составит 60,917,1 тысяч рублей, что выше по сравнению с 2021 годом на 6,836,5 тысяч рублей. На плановый период 2023-2024 годов данная финансовая помощь в районном бюджете не планируется в связи с ее отсутствием в законе об областном бюджете на плановый период. Общая сумма финансовой поддержки муниципальному образованию поселений Каланского района в Сибирской области на 2022 год составит 106,826,3 тысяч рублей, или с ростом к 2021 году на 113,6%. Согласно требованиям бюджетного законодательства на плановый период в настоящем проекте решения утверждены условно утвержденные расходы на 2023 год по облимой 7,453,4 тысяч рублей и на 2024 год – 12,134,4 тысяч рублей. Доклад закончен. Вопросы по основной части доклада, Владимир Юрьевич. Пожалуйста, Петяна Ивановна. Вопросы у меня опять же пожелания. Все, вы знаете, мы принимали стратегию развития Каланского района в этом году, да, и по каждому поселению и районному центру, всем поселениям мы принимали вопросы такие, как освещенность улиц. И я уж хочу сказать, что все-таки мы недостаточно денег даем поселениям, чтобы освещенность улиц была. Вот недалеко сегодня всю ночь люди писали, просто и я даже снимали это видео, что в Калыване, ну, большинство улиц не освещено. Я вот, мое предложение, давайте так, вот последующее, мы принимаем бюджет на новый период, да, чтобы мы каким-то образом все-таки придерживали стратегии развития и освещение выделялись хоть каким-то образом средства, потому что дети утром идут, очень темно, собаки, машины, все это вот надо как-то, я считаю, что это нужно, да, предусматривать. Хорошо, спасибо, депутаты. Присаживайтесь. Уважаемые депутаты, предлагаю вопрос о принятии бюджета Калыванского района на 2022 плановый период, 2023-2024 годов, принять за основу. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Переходите к дополнительным поправкам, Владимир Юрьевич. Спасибо. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что в 2021 году вносились изменения в плановый период 2022 года, предлагается скорректировать проект решения Совета депутатов Калыванского района о бюджете Калыванского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На данные изменения по соответствующим направлениям, а именно по разделу ЖКХ, предлагается увеличить по коду бюджетной классификации субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ и услуг для МУП Калыванского района, выполнение работ по объекту модульной котельной в селе Боярка на сумму 2,271,5 тысяч рублей. В разделу образования предлагается провести увеличение по коду бюджетной классификации на сумму 359,5 тысяч рублей для Скалинской общеобразовательной школы для обеспечения услугами интернета. Также увеличить по коду бюджетной классификации на сумму 1,830,5 тысяч рублей для МКУ Центр бухгалтерского материально-технического и информационного обеспечения Калыванского района для обеспечения услугами интернета школ района. В разделу культура увеличить на 119,577 рублей для организации работы по обеспечению услуг интернета в 2020 году для МКУ Калыванской ЦБС. Увеличение межбюджетных ассигнований и лимитов производится за счет увеличения дефицита бюджета в 2022 году на сумму 5,580,964 рубля. В части внутренних перераспределений бюджетных ассигнований в связи с необходимостью корректировки в том числе предлагается уменьшить по коду бюджетной классификации услуги охраны оплаты труда населения на аналогичный код бюджетной классификации услуги охраны оплаты труда населения 118,5 тысяч рублей. Также предлагается перераспределить среди кодов бюджетной классификации с аналогичным назначением 285 тысяч рублей. В текстовой части проекта решения Совета депутатов Калыванского района Новосибирской области Предлагается дополнить следующее содержание. Предоставить субсидии МУВ Калланского района Новосибирской области коммунальные хозяйства на реализацию мероприятий муниципальной программы Калланского района Новосибирской области, муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Калланского района Новосибирской области на 2020-2022 годы на сумму 2 млн 271 487 рублей 7 копеек. на выполнение работ по объекту «Модульная котельная» в селе Боярка. Также предлагается на основании проведенных публичных слушаний по бюджету, состоявшихся 16 сентября текущего года, предлагается внести в части муниципальную программу Коломанского района развития образования в Коломанском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы для организации и проведения итоговой аттестации выпускников школ Коломанского района. В сторону увеличения по коду бюджетной классификации на 250 тысяч для организации и проведения итоговой аттестации выпускников. Для обеспечения софинансирования дополнительно выделенных средств из областного бюджета по второму чтению в отношении Коломанского района необходимо выделить дополнительные лимиты. В том числе необходимо увеличить по коду бюджетной классификации на софинансирование субсидии на функционирование ЖКХ на сумму 489,90 тысяч рублей. На сумму 37,3 тысяч рублей на софинансированные субсидии для снабжения населения топливом. 1,1 тысяч рублей на софинансированные субсидии по выкомплектованию книжных фондов. 65,1 тысяч рублей на софинансированные субсидии на проведение капитального ремонта учреждений культуры. На сумму 2,962,8 тысяч рублей на софинансированные субсидии на приобретение пассажирских транспортных средств. На сумму 129,5 тысяч рублей на софинансирование субсидии строительства и реконструкции сетей холодного водоснабжения. И увеличить на сумму 32,6 тысяч рублей на софинансирование субсидии на обновление материально-технической базы. Формирование у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков. Для обеспечения лимитами по данным изменениям предлагается увеличить дефицит бюджета на сумму 3,961,3 тысяч рублей. Таким образом, с учетом всех изменений в общий объем доходов бюджета Каланского района на 2022 год составит 1,264,381,7 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета Каланского района на 2022 год составит 1,274,935,000 рублей. И дефицит бюджета составит 10,553,5 тысяч рублей, что не превысит пределы утвержденные бюджетным законодательством. В плановом периоде 2023-2024 годов в целях заключения соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся в школах района необходимо учесть в софинансировании. Именно в сторону увеличения по уходам бюджетных классификаций на суммы 274,1 тысяч рублей и 280,6 тысяч рублей. Доклад по документам по фактам, держим. Уважаемые депутаты, вопросы по дополнительным поправкам к бюджету 2022 года? Пожалуйста, Антон Петрович, вопрос. Вот эти в руках, которые нам сейчас организовали буквально при выходном в зал и не обсуждались на комиссии, хотелось бы узнать, что же это такое по поводу интернета? То есть вот два с лишним миллиона, насколько я понимаю, выделяется на обеспечение услугами интернета. Это у нас услуги такие дорогие или это какое-то новое подключение? Я почему задаю именно этот вопрос? У нас получается так, что в декабре 2020 года во второй школе, где я работаю, провели локальную сеть, все сделали, установили точки Wi-Fi, проводной доступ. Тут оказывается, что еще Ростелеком нарисовался, который нам еще точки Wi-Fi устанавливает, но он нам еще заодно прокладывает сеть. Для чего? Вы представьте себе, что у вас в здании уже есть водопровод, вам надо еще три граната вернуть, а вы вместо этого еще сеть закладываете и туда новые гранаты. Для чего? То есть целесообразность вот этого. Мы выделили средства на обеспечение учреждений услугами интернета, который удался на предыдущей сессии. В связи с тем, что были изменены на... Жанна Владимировна, что ли, снижение, который сейчас написано? Антон Петрович, вы на комиссиях были, это же обсуждается. Пожалуйста, Жанна Владимировна. Мы выделяли с вами на прошлой сессии. Ранее эти расходы вел субъект Новосибирская область. То есть мы с правительством получали эти деньги. С этого года все эти полномочия, я в прошлый раз объясняла, переданы у нас на муниципалитеты. Почему 2 миллиона 190? И почему сегодня мы делаем разбивку между Скобинской школой и Центром бухгалтерского учета? Мы планируем сделать централизованную закупку, потому что при проведении централизованной закупки тариф у нас будет от Ростелекома существенно ниже. Если мы делаем разрезы по каждой школе, то у нас будет цена 3,5 миллиона рублей. Такой тариф сегодня у нас есть. Поэтому мы делаем централизованную закупку и Центром бухгалтерского учета отторгуют для всех образовательных учреждений на территории Колыванского района. То есть это именно доступ в интернет? Это не доступ, это интернет, годовой интернет для всех образовательных учреждений. Это облада интернета для всех девятых и школ. Спасибо, Жанна Владимировна. Еще вопросы по дополнительным поправкам? Вопросов нет. Предлагаю дополнительные поправки в целом или отдельно каждую? В целом поступило предложение дополнительной поправки с учетом обсуждений проекту бюджета на 2022 год принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Все принимается единогласно. Так, уважаемые депутаты, предлагаю предложенный проект решения о бюджете Колыванского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 года с учетом обсуждений принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Спасибо, Владимир Юрьевич. Следующий Ваш вопрос. Положение о муниципальном земельном контроле. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 72 земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 35, частью 1, статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года, номер 131 ФСЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 39, частью 1, статьи 8, пунктом 38, частью 1, статью 6 Устава Колыванского района, муниципального района Новосибирской области в целях реализации федерального закона от 31 июля 2020 года, номер 248 ФСЗ о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. Администрация Колыванского района Новосибирской области разработала проект положения муниципальном земельном контроле на территории Колыванского района Новосибирской области. Данное положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Колыванского района Новосибирской области. Система муниципальной земельной контроля осуществляется по средствам профилактики нарушения обязательных требований организации проведения контрольных надзорных мероприятий принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и или устранению последствий выявленных нарушением обязательных требований. Данный проект также был рассмотрен на заседаниях депутатских комиссий. Прошу принять данные. Вопросы, пожалуйста, уважаемый. Пожалуйста, Виктор Петрович. За заседание комиссии я вносил предложение в положение данные внести в должности заместителя главы, начальника управления, ответственных за организацию данного контроля по земельным вопросам. А вы возложили только на специалиста первого разряда, Ивана Ивановича Иванова. Как это предусмотрено? Ответственность по проведению данных видов контроля закреплена в положении его отделе, в должностных инструкциях специалистов и внутренними документами назначается распоряжением. При каждой проверке распоряжением указывается персональный человек, осуществляющий муниципальный контроль. Поэтому внутренними документами вся ответственность по введению этого контроля у нас закрепляется. Спасибо. Да неправильно это. Вот смотрите, следующее положение будет рассматриваться. Четко, конкретно там изложено. Я приветствую то, что сделали управление архитектурой строительства. А у вас, еще раз говорю, Иван Иванович Иванов, специалист первого разряда, будет куратором этого важнейшего направления. Почему в вашей должностной обязанности не включено это положение? Почему начальник отдела Шамшудинов или Иванов Сидоров не включено это будет? У меня также есть в должностной инструкции пункт о проведении муниципального контроля. Естественно, ответственность я несу выше, чем начальник отдела и специалист. Мы не понимаем. Спасибо. Итак, уважаемые депутаты, больше нет вопросов по предложенному положению. Предлагаю предложенный проект решения принять за основу. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. С учетом обсуждений и комментариев предлагаю предложенный проект решения принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Уважаемые депутаты, мы работаем час сорок пять. Перерыв делаем? Нет. Поступило предложение, перерыв не делал. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Переходим к следующему вопросу нашей повестки сессии. Это о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Юлия Леонидовна, вам слово. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона территории общего пользования ТОП на территориальную зону, зона инженерной инфраструктуры площадью 3 325 квадратных метров и установление ее действия на территорию земель государственной неразграниченной собственности. Катастрофа квартала 5410-020-601 площадью 1001 квадратный метр, а также земельного участка с кадастрофом номером 5410-020-601-1149 площадью 2324 квадратных метров, расположенного по адресу Новосибирского область-Колландский район, села Боярка, улица Мира, 22. Также в ходе общественных обсуждений обсуждался вопрос о внесении изменений в градостроительный регламент территориальной зоны, зона инженерной инфраструктуры с целью установить минимальную площадь земельного участка в зоне инженерной инфраструктуры с 0,2 гектара на 0,1 гектара. Выше указаны изменения в правилах землепользования и застройки Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, необходимы для формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под блочно-модульную котельную. Данный проект выносился на обсуждение на заседание постоянно действующих депутатских комиссий, одобрен для вынесения на сессию. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. В целом принимаем проект решения? Поступило предложение. Предлагаю предложенный проект решения принять в целом. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Следующий ваш вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В администрацию Колыванского района Новосибирской области обратилась Владимирова Наталья Владимировна, проживающая в селе Юны Колыванского района Новосибирской области, с просьбой о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 2.7 обслуживания жилой застройки в отношении земельного участка площадью 406 квадратных метров, кадастровый номер 5410-21-001-1884, расположенный по адресу Новосибирской области, Колыванский район, село Юны, улица Набережная, 140-к, находящегося в зоне территориальной застройки индивидуальными жилыми домами и в день личного подсобного хозяйства. На указанном земельном участке Владимирова построила индивидуальный жилой дом площадью 28,5 квадратных метров. В дальнейшем планируется перевод данного жилого помещения в нежилое помещение для использования в качестве магазина розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. По данному заявлению с 26 сентября по 26 октября были проведены общественные обсуждения. В соответствии с приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года номер 540, по подтверждению классификатора видов разрешенного использования земельных участков. Содержание пункта 2.7 допускает размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования, в том числе кодом 4.4, магазины и объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 квадратных метров. Данный проект также выносился на обсуждение постоянно действующих депутатских комиссий. Вопросы к Юлии Леонидовне. Вопросов нет. Предлагаю предложенный проект решения принять в целом. Возражений не будет? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Следующий вопрос Юлия Леонидовна. О положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте. В связи с принятием 31 июля 2020 года федерального закона 248 о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации администрации Колванского района разработано положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве в Колванском районе Новосибирской области. Данное положение устанавливает порядок организации осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в Колванском районе Новосибирской области. Есть необходимость устанавливаться на всех положениях? Данное положение обсуждалось на входе постоянно действующих депутатов. Вопросов Юлия Леонидовна. Вопросов нет. Предлагаю предложенный проект решения о подтверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Спасибо. Переходим к следующим вопросам. Восьмой вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов Колванского района Новосибирской области от 20 декабря 2013 года номер 277 образования ревизионной комиссии. Слово представляется в месеровой линии Валентиновне. Добрый день. Уважаемые депутаты, проект решения Совета депутатов Колванского района Новосибирской области о внесении изменений в решение Совета депутатов от 20 декабря 2013 года номер 270 об образовании ревизионной комиссии Колванского района Новосибирской области разработан в связи с принятием федерального закона от 1 июля 2021 года номер 255 ФЗМ и наделением контрольно-счетных органов муниципальных районов правами юридического лица. Данный проект решения рассматривался на заседаниях депутатских комиссий и представлен вам в раздаточном материале. Предлагается преамбулу решения 20 декабря 2013 года номер 270 изложить в новой редакции и исключить из преамбулы ссылку на федеральные законы, действия которых не распространяются на органы местного самоуправления. Пункт 1. Решение предлагается изложить в новой редакции. Образовать ревизионную комиссию Колванского района Новосибирской области с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. Это все изменения. Вопросы к докладчику, пожалуйста, уважаемые депутаты. Вопросов нет. Принимаем предложенный проект решения в целом. Кто за предложенный проект решения, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Следующий, девятый вопрос. Об утверждении положения ревизионной комиссии Колванского района. Новосибирской области обусловлено необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствии с федеральным законом от 1 июля 2021 года номер 255 ФЗ. Проект решения разработан в соответствии с рекомендациями по внесению изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований Новосибирской области, разработанными в контрольно-счетной палате Новосибирской области. Проект положения ревизионной комиссии Колванского района Новосибирской области содержит 9 статей, устанавливающих статус, полномочия, состав, порядок формирования, порядок планирования и обеспечения деятельности ревизионной комиссии и не дублирует нормы федерального и областного законодательства. Данный проект также рассматривался на заседаниях депутатских комиссий, представлен вам в раздаточном материале. Более подробно останавливаться нужно на содержании? Вопросы к докладчику, уважаемые депутаты. Пожалуйста, Татьяна Вадовна. Как вы знаете, уважаемые депутаты, я, кто присутствовал на комиссии, я уже задавала Елене Валентиновне вопрос, почему исключили гарантии, которые предполагались в предыдущем положении, то есть сейчас, которые действуют в положении, у вас были установлены, кстати, единственные, кто первые провели эти гарантии, соответственно, в Новосибирской области, это были мы. Это было правильно. И по предложению счетной палаты. Мы все это согласовали. Сейчас я смотрю это положение и не вижу гарантий. Я уже сейчас хочу озвучить вопрос, который я задавала Елена Валентиновна, почему мы убрали эти гарантии отсюда. Вот статья шестая была. Дайте мне договорить. Дальше. Ведь мы уже говорили о том, в уставе вы еще не приняли эти гарантии, да? Предыдущий 111 УЗ Новосибирской области, да, было установлено, что, и установлено до сих пор, что уставом предполагается гарантия, мы вносим устав, в устав мы не внесли. У нас еще только процедура утверждения идет, в феврале месяц мы внесем. Значит, есть, да, вы сказали, положение есть, то есть порядок назначения и определение размера пенсии. Там идет ссылка на предыдущее положение, которое мы сейчас отменим, и оно не будет действовать. Но мы сейчас, на что будем ссылаться в том положении? У нас в уставе нету этих гарантий, у нас отменено в положении этот пункт о гарантиях. А в порядке мы ссылаемся на этот пункт. Как так? Это не противоречие ли? Почему мы убираем это все отсюда? Объясните. Гарантии установлены решением Совета депутатов от 3 июля 2018 года номер 175 об утверждении положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Колыванского района Новосибирской области. И решением Совета депутатов от 26 февраля 2020 года номер 264 об утверждении положения о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости инвалидности лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления Колыванского района Новосибирской области. Да, на самом деле в этом положении есть ссылка на положение о ревизионной комиссии, которую мы сейчас исключить не можем, поскольку оно еще не признано утратившим силу. После принятия решения Совета депутатов об утверждении положения ревизионной комиссии на следующей сессии в данное решение номер 264 от 26 февраля 2020 года будут внесены изменения. И все ссылки на положение о ревизионной комиссии будут исключены. Спасибо, Лена Валентиновна. Хорошо, скажите, мы исключаем это положение, на что будем ссылаться в том положении, если нет в уставе у нас сейчас утверждение. Тем более, 16 декабря принято решение на сессии в ЗАГС-собрании исключить слово «уставами» из муниципальных правовых актов. Мы не внесем ни в устав, у нас исключено из положения, на что будем ссылаться. Вопросы нет. Спасибо. Где ты заранее? На муниципальном уровне, Татьяна Ивановна, уставу у нас это будет предусмотрено. На муниципальном уровне это предусмотрено этими же двумя положениями, о которых я говорила. Злово «будет» это не значит, что есть. Вот они есть. Я называла два действующих положения. Вы сейчас скажите, что уставление ссылается на это положение. В уставе не утверждено. Идет только процедура рассмотрения этого устава. Вы еще не утверждили этот пункт. Сейчас опубликуется, значит, у нас правовой акт в ЗАГС-собрании, и он вступит в силу. Устав уже будет не нужен. То есть вы опоздали с уставом и убрали из положения. На что будете ссылаться? Спасибо, Татьяна Ивановна. Валентина Анатольевна, пожалуйста. Уважаемые друзья, уважаемые Татьяна Ивановна, может быть, уберите эмоции? Прошу к вам, когда вопросы будете задавать, потому что зачем национировать, всегда можно все объяснить. Во-первых, коллега абсолютно точно все сказала. Значит, с чем было связано это решение? И в принципе, почему мы говорим? О чем мы говорим? Смотрите, у нас 111-й закон о несении изменений, которые совершенно не сказали, что мы говорим. На самом деле разработчиками мы являлись, который был принят в развитии федерального закона. И первое, это было связано с тем, что менялся правовой статус у лиц замещающих и работающих в качестве председателя, заместителя председателя, которые еще там было. Соответственно, это изменение права статуса с муниципальных должностей и муниципальной службы на муниципальные должности. Это первая итерация. Вторая итерация, это было приведение в соответствие, внимание, это уже ответ на наш вопрос пошел, по поводу гарантий, установленных этим должностным лицам. А дальше очень все просто. Федеральный закон, на самом деле, скажем так, установил исчерпывающий и одновременно открытый список гарантий. И предложил закону субъекта Российской Федерации установить гарантии закона. У нас есть единый федеральный закон о контрольно-счетных органах Российской Федерации. Он единственный закон? Совершенно верно. Шестой федеральный закон. Спасибо большое за это видео. Слышу? Вот. Значит, пожалуйста. Дальше я просто логику рассказываю, почему я поддерживаю мнение коллег, что очень верно было сделано, на мой взгляд. Следующее. А дальше возникла тема вот такая вот. У нас в режиме правового опережения именно в Новосибирской области, то есть в разрез законодательства Российской Федерации, в прямом тексте, у нас были установлены гарантии, в том числе, по выводам к пенсионному обеспечению. То есть для лиц, достигших страхового возраста, ну и по тексту, собственно говоря, такая гарантия была установлена. И в некоторых пенсиональных районах, в том числе оказался и Луманский район, а вообще таких районах не много, на самом деле, 80-х, были установлены гарантии. Мы вообще считаем, что это здорово, чтобы это было сделано, но вот эта конструкция нормативная, о чем говорит коллега, она уже устарела по одному, по очень простому аргументу. Вот там, скажем так, теперь нормативка должна устанавливаться совершенно по-другому, и в других формулировках. Ну, в частности, ушла норма о том, что это устава устанавливается. Это принципиальный момент, потому что... Это будет акта в развитии, значит, положение о законе, который сейчас вступит в силу, в которой мы ввели новую статью, где социальные гарантии, прям специально сохранили гарантии и запятую поставили, в том числе по выплате страховой пенсии. И, соответственно, то, о чем говорит коллега, сейчас надо будет проводить соответствие. То есть, вопрос в чем? Это гарантия не уйдет, вот совершенно точно. Она сейчас будет приведена в соответствие с федеральным, да, и с коммерческим областями. Ну, а сейчас, в основном, момент, в моменту приходит. Поэтому, я думаю, вы думаете, что это было, во-первых, да, и здорово, что это сейчас сохранится. Если позвольте, так и... Спасибо, Валерия. Еще можно вопросик. Получается, у нас наши нормативные акты нигде не будет предусматривать, кроме порядка на связи с лень с сутками. То есть, мы будем ссылаться на областной закон, в федеральном законе, на областной, областной. Вы про пенсии говорите, да? Я имею в виду про пенсии, потому что, как юридические лица у нас было сформировано, и как должностные лица у нас это все было. Нас только вот касается, что сейчас, в данный момент, ссылки, есть выплаты, ссылки обменяются все. Совершенно верно, потому что... Завис вопрос возник. Нет, это не зависит. Просто я устаю, что это гарантия, то есть, а, ну, в общем-то высокий отлично. Я понимаю, что есть пробелы. Это конструкция. Я понимаю, что вы приняли сначала лукавом, теперь понимаете, что лукав, действительно, в 131-м его нет, и не на что ссылаться. Вы сейчас должны на отстольные. Ну, мы сейчас о чем говорим? О том, что самое главное, это право есть. А вот это конструктив, оно останется. Ну, сейчас вы, коллеги, приведете в соответствии, я считаю, что совершенно верно. Это счастье. Хорошо, посмотрим. Спасибо за разъяснение, посмотрим, как будет дальше. Спасибо. Спасибо, Ватяна Анатольевна. Спасибо, Ватяна Анатольевна. Так, уважаемые депутаты, ставлю на голосование о принятии за основу положения ревизионной комиссии Колыватского района Новосибирской области. Кто за? Кто против? Против один. Кто воздержался? Один воздержался. Итак, уважаемые депутаты, с учетом вопросов, обсуждений, записанных всех протокольно, предлагаю предложенный проект решения принять в целом, кто за, кто против, один против, кто воздержался, один воздержался. Спасибо, Ватяна Анатольевна. Вопросы на листы были оформлены согласно приложению номер один решения в сессии Совета депутатов. И проводился в соответствии с методикой проведения опроса. Вопросы приняли участие 1215 человек. Общее количество опросных листов 1229. 14 опросных листов признаны комиссией недействительными. Комиссией 8 декабря осуществлен подсчет голосов путем обработки дальних содержащихся вопросов на листах, а также в сети интернет и соцсетях. В результате подсчета голоса граждан распределились следующим образом. Энергия имени Никитина Евгения Арсеньевича 517 за, это 43%. Олимп имени Никитина Евгения Арсеньевича 303, это 25%. Энергия 77, это 6%. Олимп 96, это 8%. Имени Никитина Евгения Арсеньевича 135, это 11%. И иные варианты названий 87, это 7%. В результате комиссии единогласно решила признать состоявшимся опрос граждан Колыванского района Евгения Арсеньевича по вопросу выбора названия для нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Признать одобренным название для нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» имени Никитина Евгения Арсеньевича. Результаты опроса доведены до сведения населения путем опубликования в периодическом печатном издании органов местного самоправления в Вестнике, в сайте администрации и в социальных сетях. Доклады. Вопросы к Людмиле Ивановне, уважаемые депутаты. Вопросов нет? Предлагаю предложенный проект решения принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно? Переходим к 11 вопросу нашей сессии. А пожалуйста, расскажите. Уважаемые коллеги, вот у нас, например, вот все, что сказала Людмила Ивановна, уже неделю назад озвучено в трудовой правде. Согласны со мной? Мы все это знаем, все сказали. Мы просим уже не первый раз озвучить результаты выборов со стороны избирательной комиссии районной. Не слышат нас. Вот почему? Вот мы не знаем, результаты нам не сказано. Мы просили сколько раз, давайте, представители избирательной комиссии нашей районной, пусть озвучат результаты выборов 2020-2021 года. Почему мы не можем добиться не этого? А это мы знаем, мы по газете читали, мы в этом участвовали. Есть вещи, которые важнее, понимаете, мы рады, что Никитин, мы предлагали, мы поддерживаем. Но это уже мы читали неделю назад. На сессии этот вопрос надо ставить. А важно мы просим именно про результаты выборов, что мы не можем добиться. Тем не менее, Мария Николаевна, мы вопрос о вопросе граждан рассматривали на сессии, поэтому мы в соответствии с регламентом должны дать информацию, которую довела Людмила Ивановна. Так, мы переходим к одиннадцатому вопросу нашей сессии о внесении изменений в решение Совета депутатов Колыванского района 26 ноября 2021 года. Номер 100. Об утверждении положения о реализации инициативных проектов на территории Колыванского района Новосибирской области. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области номер 100. 26 ноября 2021 года. Об утверждении положения о реализации инициативных проектов на территории Колыванского района Новосибирской области. Как я уже говорила на заседаниях постоянных депутатских комиссий в связи с технической ошибкой в пункте 1. После слова утвердить, слово проект исключить. Вопросы к докладчику? Вопросов не вставлю. Вопрос на голосование в целом? Возражений не будет. Кто за? Предложены проекты решения. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно? Спасибо, Светлана Викторовна. Вопросы сессии рассмотрены. Вопросы сессии рассмотрены. Сессия закрыта. Слово предоставлено. Мы хотели бы быть сессией. На той сессии мне сказали, что будет ответ какой-то. На той сессии задал вопрос по улице Советская. По поводу того, что у нас не совсем проект реализуется удачно. И что нужно создать какую-то рабочую группу. Поскольку сегодня даже еду на сессию. Знаете, стоит на парковке Газель, она просто полпроездочасти прикрывает. У нас реализуется маленько, ну, не совсем удачно. И люди просто некоторые негодуют. Я устал это слушать. Поэтому давайте как-то реагировать на это. Соберем, может быть, отдельную какую-то комиссию. Поговорим. Потому что я вопрос поднял. Вы сказали, да, хорошо. Но сегодня так и не на комиссии. Не сейчас я не услышу какой-то ответ, реакции. Вы сказали, протокольно занесли. И будет дан какой-то ответ. Никакой реакции так и не путается. Следующая сессия. Мы опять это просто так пускаем. Когда начнется опять реализация дальнейшего проекта, уже будет поздно. Пока это что-то возможно изменить, давайте на это отреагируем. Чтобы не было вот этой ситуации, как съелка. Не нужно людей нам кипятить. Давайте это в ходе решать. Пожалуйста. Коллеги, извините еще. Коллеги, кого-то устраивает нынешняя улица Советская, что она превращается? Может быть, я не прав? Скажите, кого устраивает? Кого все устраивает? Что-то глупые все. Вопрос Ванятин. Спасибо большое. Светлана Ванятин. Главатор. Я прошу. Что касается убежденности. Вот и начался раздел 1. Тихо, Виктор Петрович. Что мы и просим. Подождите. Подождите. Что касается создания рабочей группы по празднованию новогодних мероприятий. Мы уже с депутатами, кто инсценировал, на следующий год решили. Здесь уважаемые депутаты, которые будут помогать нам организовывать эти все мероприятия. Что касается всех проектов в районном центре. Сегодня опасения этих проектов нет. Я официально заявляю. Проект прошел государственную экспертизу. При сдаче, согласно срокам этого проекта, есть соответствующие специалисты и государственная экспертиза. Что касается создания общественности, я считаю, что это нецелесообразно. Я к депутатам говорю. Спасибо. Можете индивидуально заниматься общественной деятельностью. Вы же депутат районного совета. Подождите индивидуально. По поводу Евгения Геннадьевича. Вопрос в чем? Я не спорю, возможно, что это все принято. Но давайте так. Проект был разработан несколько лет назад. На сегодня он, к сожалению, не актуален. Смотрите, давайте таким образом. Я вам удовлетворю вашу просьбу. Линия Борисовна, депутаты районного совета, депутаты районного центра. Линия Борисовна, объясни по полочкам, как проект реализуется, какие сегодня нормативы включены в проект. И тогда, Иван Сергеевич, вам будет все понятно. Что касается неосведомленности, ну, в этот факт я могу сказать. Хорошо. Придите решение такое. Не про то, что поймите, я же тоже разбираюсь, есть с ним Борисовна писала. По ширине я же понимаю, что есть нормативы. По поводу каких-то парковок, понимаете, вот эти моменты просто учесть в ходе реализации проекта. Я же не критикую, давайте конструктивно сообща, покорбуем, если это возможно, еще раз говорю, в рамках законодательства. И область, на самом деле, все слышит, ну, какие-то вещи, где-то какие-то карманы откровенно зажали. Я же просто стадион обрезал, я же все это понимают. Музыкальную школу. Музыкальную школу, да. Просто у нас там проблема возникнет. Хорошо. Марина Николаевича. Мне, знаете, очень тяжело в таком настроении уходить в сессии. Я бы хотела, знаете, поговорить конкретно про разные, про все остальное. Мое предложение такое. Домайте, мы как раньше внесем последним вопросом повестка дня очередной сессии, назовем ее. Последним вопросом. И у нас канва будет там, бюджет, что-то еще. И в этой повестке дня мы проговорим. Ребята, у нас снизу поступают такие вопросы. Вот у нас такой вопрос, допустим, ну, горячий, скажем такой. И мы его в канву включаем, но прорабатываем его на рабочих группах, прорабатываем его на комиссиях, прорабатываем его полностью. И тогда уже говорим, ребята, информацию на воспринение полностью. Мы знаем, что к чему как. Мы знаем, как к людям сказать это. Давайте на это носить, не выносить. Давайте внутри все это заглушать, и мы будем знать, что людям сказать. Мы сегодня это и просим. Мы не знаем, мы не знаем, как им отвечать. Вот давайте так этот вопрос сделаем. Повестка дня очередной сессии. Там внесли вопрос, отголосовали, а дальше начинаем по нему работать уже. Вот тогда это будет конструктив, тогда это будет. И может мы даже до сессии не дойдем все вопросы, мы снимем по дороге, мы уберем это. И вот здесь балагана никогда не будет. Но вы про это же и говорили. Ничего вы про это не говорили, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, не зарабатывайте три года. Не говорили вы про это. Мы говорили это на комиссии. Только врата. Слово попросил, не составляет Валентине Анатольевне. Это разделы разные или что? Нет. Это что? Куратора уважает. Виктор Петрович, куратор уважает. Я уважаю куратора. Валентину Анатольевну. Я уважаю вас. Человек попросил слова. Конечно, Валентин Анатольевна. Дорогие друзья, родные мои, дорогие мои, я вас всех люблю. На самом деле, правда, я не на первой же сессии присутствую. По большому счету, мне нравится та полемика, которая есть. Эти вопросы, которые задаются. Мне кажется, совершенно справедливо Мария Николаевна говорила. И сейчас, и в начале были комментарии по поводу того, что поступают, скажем так, вопросы. А для того, чтобы на эти вопросы отвечать честно, иногда и неудобно отвечать, не надо никого ловить, ни за какие места ради бога. Надо, конечно, все знать, на каком этапе, на какой стадии. Да, этого не будет. Например, условно говоря, ПСД в таком формате, это не обсуждается. Но, действительно, надо максимально, скажем так, это доводить, естественно, до мнения не только депутатского корпуса, а те, в свою очередь, естественно, будут рассуждать и говорить об этом с гражданами. Я немножечко о другом. Мне кажется, я очень быстро. Я понимаю, что все устали. Прошу прощения. Немножечко. Займал буквально 2-3 минуты ваше внимание. У нас следующий год, год очень серьезных вызовов, они, правда, глобальные. Это 2 международных вызова у нас в регионе будут проходить, значит, 2, подчеркиваю, международных мероприятия. Это чемпионат мира по полюбору и чемпионат мира по хоккейу молодежи. В связи с этим, да, очень много вызовов. Вызов будет новых. И понятно, что очень непросто, потому что у нас, к сожалению, ковид никто не отменял. Никто не отменял режим ограничений. Ну, вот у нас отношение такое на Арусе, а ведь очень все серьезное, смертность высокая. И на самом деле, значит, кто следит за этим. Статистика-то не равна, по большому счету. И болезни меняются, меняются штаммы. И я почему это все говорю? Что, конечно, хочется больше активности, да, хочется в большей степени публичных предприятий. Мне кажется, вот здесь баланс какой-то соблюдать очень верный, да, и там не выигриками заниматься, да, там и саморекламой. Потому что я считаю, что все здесь, абсолютно все, собрались достойные люди со своей точки зрения, да. Вопрос в другом. Для того, чтобы все-таки это мнение было общим, и демонстрировать, по сути говоря, и подтверждать, самое главное, стабильность тех решений, которые принимаются, вселять, самое главное, это позитивные образы будущего. Потому что, ну, смысла нет чему-то либо достигать, если ты в этом не веришь, правда же? Если все плохо, оно так и будет плохо. Все очень просто. Так вот, для того, чтобы это все было, мне кажется, все-таки необходимо действительно максимально проговаривать и договариваться. Абсолютно известная истина, я думаю, что каждый из вас здесь, кто против, кто заскажет. Я же это и говорил, вот со словом «я». Ну, так предложение-то очень простое, еще раз, да. Вот даже есть когда проблема, она очень часто появляется в ходе реализации какого-то проекта. Я прекрасно понимаю, когда есть от идеи до реализации, есть нормативно-правовое изменение. Хотим мы это, не хотим. На самом деле это связано и с ресурсной составляющей, и с финансовой. Естественно, не специалист, не зная прохождение документа, того или иного решения, оно, понятно, видоизменяет свою конфигурацию. Но, если есть такое желание и постоянно не устраивать отчет администрации, это тоже ненормально, поверьте, да, и с планом фермерской власти. Ну, так пользуйтесь своим правом и правом задавания вопросов и, значит, поход в рабочем режиме в органы власти. У нас это нормально, все вы, извините, в каждую пять раз, вы не больше выясняете. Ну, тут не выкрикиваешь и холодно говоря, не превращаешь этот митинг. Мне кажется, это более правильная такая картина, что не умаляет, естественно, это выступление сессии. Не умаляет, потому что, так, я вот прям слышу вас. Не умаляет, еще раз говорю, о тех выступлениях на сессии. Ну, наверное, может быть, у вас столько поводов для гордости есть. Вот даже вот вы говорите, у нас это решение, я имею в виду по поводу присвоения имени, да, вот с предкопием, мы все знаем. Извините, я, например, не знала, тоже пару людей, например, о том, что это решение стояло с ними, а ведь вещь-то классная, да. Ну, человека кто знает, только на территории Колывани, что он такой был замечательный, да, там, к сожалению, ушел в жизни очень рано, да, но память о нем живая осталась. Мне кажется, чуть ли не каждый с этим такие вещи можно говорить, правда, серьезно, оно не лишнее. Но, тоже время не умалчивать, я согласна. Значит, по поводу того, чего мы ожидаем. На самом деле, пользуясь случаем тем, что у нас наступающий Новый год, а все равно взрослые, это тоже как дети, с ощущением чуда, с ощущением такого новогоднего настроения, я вот думаю, что совершенно точно и Новый год удастся, и получится, скажем так, в хорошем смысле слова, приукрасить жизни территории новыми яркими событиями. Почему? Потому что у нас очень много инициативных людей, очень много. А инициативность – это знак неравнодушия. Как угодно можно это говорить, можно вызываться, да, можно. Есть плюс, есть минус. Но, самое главное, мы неравнодушны. Это здорово. С таким ощущением, с таким настроением, кажется, надо заходить и смотреть в Новый наступающий год. Я вам всего на то, искренне желаю, и чтобы у вас все складывалось хорошо. Самое главное, я желаю, естественно, здоровья. С наступающим вам. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что вы попросили. Уважаемые коллеги, депутаты, главы, сегодня сессия у нас в последнем году началась эмоционально, но, тем не менее, вы молодцы, потому что в движении рождаются мысли идти вперед, делать твое добро. За нами стоят люди, за нами семьи, но, тем не менее, мы за практически этот год сделали очень многое. Очень многое благодаря нашей, вот, такой, скажем, активной позиции и депутатов районного центра, и работы депутатов районного совета, в целом команды администрации Колыванского района. Я рад, что вот этот конструктив, он имеет место. Критика, она необходима, потому что делаем ошибки, мы это все исправляем, но, тем не менее, идем вперед. Уважаемые коллеги, я хочу поздравить вас, ваши семьи, близких с праздником Нового года. Желаю, чтобы год следующий для всех был удачным, в личном отношении, у кого-то в карьерном росте, и, конечно же, активную позицию надо занимать. Колыванский район сегодня один из лучших районов нашего региона. Это именно наш труд. Мы прирастаем в инвестиции. Мы первые в сельском хозяйстве по урожайности. Вот сельхозпроизводитель у нас, Александр Ильич, у нас на днях получил очередной автомобиль УАЗ. ИП Клерикова тоже первого получил автомобиль УАЗ. Я просто видел эти глаза, глаза радости. Вот, глаза заботы о своем труде. И вы знаете, мы приобрели еще один автобус. Представляете, мы за эти три с половым годом уже шесть автобусов приобрели. На следующий год еще два приобретем. Вы видите, что ремонтируются улицы, ремонтируются детские площадки. Ну, это опять благодаря, конечно же, всем нам. Удачи вам, с праздником, с наступающим Новым годом. Спасибо. И, уважаемые депутаты, Валентина Анатольевна, буквально два слова. Хочу сказать всем нам спасибо за работу, Валентина Анатольевна, вам за помощь, консультации. Ну, как куратор нашего Колыванского района. Главам удачи, успехов депутатов, нам депутатской деятельности, активной, бурной, но здраво-абекватной. И, уважаемые депутаты, то желаете, на чашку чая в нашем кабинете. С Новым годом.